друзья приветствую последняя часть посылки от юрия из москвы в данном видео покажу вам масло петра канада дурон ультра high performance 1040 из hyundai porter так ну это постоянные зрители уже хорошо помнят эту посылку это уже третья часть да к сожалению с этим видео произошла такая накладка у меня пропала запись экрана о создании талона не смог я найти то ли я случайно удалил то ли во время записи что-то пошло не так и запись не пошла ну приношу свои извинения будет только значит проверка отработки значение вам сообщу какие были тем не менее так это петра канада допуски значит porter восьмого года 2 и 5 дизель 80 сел 6 литров объем масла 380 общий пробег тысяч 8000 на масле 12-12 расход и долита 400 грамм после 4000 и посмотрите 189 противоизносных присадок намного выше уровень сажи почти 4 процента с топливной да есть уже приличные проблемы сажа тащит за собой противоизносную присадку из топлива по уровню видно и это отражается на кислотном посмотрите кислотная 1229 значит начальная при создании талона вот у меня данные есть щелочное 10 и кислотный 188 тут 10 так и осталось может быть это противоизносная как-то тоже повышает щелочной не знаю ну по крайней мере те же значения остались вот и воды еще 6000 ppm ну и значит я когда юрию сообщал он вроде написал мне что там что-то загрязненная тара с водой было когда сливались с мотора что-то такое так сейчас покажу что произошло с вязкостью данного масла вязкость видно загущение но общем то тут ничего удивительного с таким уровнем сажи это сажи я считаю загущает отработанное масло ну и сами видите так сейчас покажу прогноз да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик так вы поможете продвижению канала и прогноз к сожалению средней скорости моточасов нет поэтому опираюсь только на километраж 6 200 по километражу по вязкости 40000 не с ней трава ним тоже никаких проблем нет но мощи нейтрализующие чисто за счет того что очень сильно растет кислотная из противоизносной присадки мое такое мнение вот понятно что здесь проблема с топливной уже форсунки скорее всего 1 2 3 или все льют ну и 380 тысяч пробега в основном это город 80 процентов так юрий написал и сейчас покажу вам интересный момент относительно противоизносной присадки посмотрите я заснял баночку вот эти две баночки баночка с отработкой посмотрите край баночки и самого масла посмотрите когда масло отливает видите остается чистый такой край четкая граница я так понимаю где не образуется пленки вот скорее всего это и есть противоизносной или моющая присадка в большом количестве и вот дает такую картину с ярко выраженным краем да вот эти баночки вот от юрия вот иногда как-то проверял тоже подобные образцы иногда это выражалось в разводах таких чистых отсутствие масла на линейке таких каплях вот я думаю что это в первую очередь связано вот с попаданием большого количества присадок присадок из масла это у нас противоизносные и скорее всего моющие как правило это бас керапур керакор в дизеле вот ну и сами видели по уровню противоизносных сто восемьдесят девять процентов намного превышен уровень так что вот такая картина не знаю как корректно ли оценивать но тем не менее по моющим нейтрализующим свойством вроде как и щелочного много остаток практически ну не изменилось но с другой стороны и кислотная растет как это в плане химии не совсем понятно мне по крайней мере вот пишите что думаете по этому поводу вот вот такой получился тест еще раз благодарю юрия за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока